В республике на 170% увеличилось производство овощных консервов. И это показатели только за 2022-й. Одно из успешных предприятий Caragram только за прошлый год компания выпустила больше 2,5 миллионов банок. Продукция экологически чистая и качественная. В дальнейшем ее объемы планируют наращивать. Тему продолжит Лидия Цахилова. Полупустой склад консервного завода – типичная картина в зимний период. Все, что осталось, ожидает отгрузки. Консервами из экологически чистых продуктов, как правило, запасаются еще до Нового года. Огурцы, томаты, перец, листья перца, черемша, лечо, соус нартов, варенье из различных ягод. Более 30 наименований. Продукция компании Caragra на рынке 4 года. В прошлом году произвели более 2,5 миллионов банок. В условиях того, что полки супермаркетов для нас освободили импортные производители, это просто в разы увеличило потребление плодовощной консервации, фруктовой консервации. И мы, конечно, очень долго-долго боролись с такими крупными производителями, как Хортекс, Бандюэль. Не могли даже близко к ним подойти, к этим гигантам. То сейчас так произошло в мире, что они без нашей помощи взяли, просто и ушли. Но полочное место пустое не должно быть. Ее заполнил местный производитель. Это крупные игроки Волгоградской области, Кабардино-Балкарии. Ну и Северная Осетия потихоньку подтягивает ежегодно, наращивая объемы производства в этой отрасли. Спрос на продукцию есть, другое дело его удовлетворить. Предприятие пользуется поддержкой государства. В этом году Министерство сельского хозяйства помогло приобрести пастеризатор. Благодаря ему увеличились объемы производства. Такой достаточно для нас был емкий инвестиционный проект. Но таким образом мы практически на 80% увеличили объемы производства. Смогли нарастить дополнительные 6,5 тысяч банок в час за счет этого аппарата. Компания «Карагра» – одно из трех предприятий, которые занимаются консервной продукцией. В прошлом году в республике произвели более 5 миллионов банок. Это на 170% больше, чем в позапрошлом. Но эксперты считают, что результаты могли быть намного лучше. Работали три предприятия. Это в Правобережном районе, Ирабский район и Кировский район. Мощности очень большие. Из-за отсутствия денежных средств и нет под них программы, для того, чтобы мы могли в полную силу задействовать эти предприятия. Хотя сырьевая база, она есть в Осетии. Я даже могу привести пример, что предприятие может перерабатывать до 20 тысяч тонн фруктов за сезон. Но на сегодняшний день было проработано около 3,5 тысяч. Сейчас в разгаре сезон черемши. В планах произвести 5 миллионов банок в этом году. Лидия Цехилова, Александр Кочиев, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.